Продолжаем наши уроки, посвященные вопросам идеологии. На прошлых занятиях мы говорили о делениях и разновидностях атрибутов Бога. Мы упомянули о том, что атрибуты Бога в первую очередь делятся на утверждаемые и отрицаемые. То есть те атрибуты, которые утверждаются в отношении Бога, и на те атрибуты, которые отрицаются. Отрицаемые мы подчеркнули, что являются атрибутами недостатка. Они подразумевают нужду и недостаток, и, как следствие, отрицаются в отношении Бога, в отношении необходимого бытия. А утверждаемые мы также поделили на атрибуты самости и атрибуты действия. Чем они отличаются? Тем, что атрибуты самости не требуют наличия и приписывания Богу атрибутов. Атрибуты самости не требуют бытия и существования чего-либо, помимо существования самого Бога. В отличие от атрибутов действия. Атрибуты действия непременно предполагают существование чего-либо еще, помимо Бога. Так как являются следствием действия Бога, являются следствием созидательства Бога. Мы подчеркнули, что атрибуты действия не являются чем-то совершенством, каким-то атрибутом или качеством совершенства, в отличие от атрибутов самости. Атрибуты самости являются атрибутами совершенства, и отсутствие этих атрибутов говорит о нужде и несовершенстве. Но атрибуты действия таковыми не являются. Отсутствие этих атрибутов никоим образом не свидетельствует о нужде, не свидетельствует о несовершенстве. В качестве атрибутов действия мы можем привести примеры созидательства, пример прощения, милосердия Бога и так далее. Но здесь может возникнуть вопрос, каким же образом Бог не является создателем до тех пор, пока не имеется творения, пока не существует творения. То есть если мы представим, что есть Бог и нет ничего кроме Бога, то создателем Бог не является. Кто-то может подумать, каким образом Бог не является создателем, ведь он может создать. А раз может, значит он является создателем. Так как же вы утверждаете, что атрибуты действия это те атрибуты, которые можно приписывать Богу только при наличии бытия и существования чего-либо помимо Бога? Дело в том, что здесь имеется одна ошибка. Задавая подобный вопрос, вы обращаете свое внимание на могущество Бога, которое является самостным атрибутом, а не атрибутом действия. То есть Бог может создавать, Бог может прощать, Бог может даровать. И это самостный атрибут, возможность, могущество Бога совершить то или иное действие является самостным атрибутом, не атрибутом действия. Но когда мы говорим, что Бог является создателем, мы не имеем в виду, что он может создавать. Мы имеем в виду, что фактически он уже есть тот, кто создал. То есть он уже является создателем. Поэтому на это необходимо обращать внимание. Это сомнение может возникнуть у некоторых из наших дорогих братьев или сестер. Итак, мы поделили утверждаемые атрибуты на атрибуты самостей и атрибуты действия. Атрибуты самостей, они извечны. Они не имеют начала и конца. Атрибуты самостей, они едины с событием Бога и являются качествами совершенства, в отличие от атрибутов действия. Атрибуты действия, они являются качествами совершенства, могут быть неизвечными, могут быть временными, определены какими-то временными рамками. В отличие от атрибутов самостей, атрибуты самостей не подвержены времени, они не ограничены временем. Бог всегда, вечно, знающий, могущественный, живой и так далее. Но созидательство, дарование, прощение, все эти действия, они связаны с каким-то определенным фактом, с каким-то определенным следствием, которое происходит в определенное время и даже в определенном месте. И это отличие необходимо иметь в виду, когда мы говорим о самостных атрибутах и об атрибутах действия. Также мы поделили самостные атрибуты на атрибуты истины и атрибуты, в которых имеется определенная доля относительности. То есть атрибуты, в которых имеется относительность. Итак, в конце прошлого занятия мы начали рассмотрение доказательств и доводов самостных атрибутов и привели самые первые из них. И необходимо напомнить, что эти доказательства касаются всех самостных атрибутов без исключения. То есть этими доводами, этими доказательствами можно доказать все самостные атрибуты. Как минимум тот озвученный довод, то есть первый довод касается всех самостных атрибутов без исключения, в отличие от второго, который мы рассмотрим чуть позже, который касается только той группы, которая наличествует в творениях. Итак, мы привели первый довод, первое доказательство, и это логическое доказательство, согласно которому Бог безграничное бытие. Бог есть безграничное существование. Бог ничем не ограничен. Существование, бытие Бога ничем не ограничено. Если хотите, его совершенство ничем не ограничено. Он является безграничным абсолютным совершенством. А самостные атрибуты, все они являются качествами совершенства. Мы об этом уже говорили. И это было важное и одно из важнейших отличий самостного атрибута от атрибутов действия. То есть самостные атрибуты – это атрибуты и качества совершенства. А Бог является безграничным совершенством. Значит, Он обладает всеми этими атрибутами, атрибутами самости. Бог обладает всеми этими атрибутами. Почему? Потому что если Бог хотя бы одним из этих атрибутов не обладал, то Он был бы ограничен в Своем совершенстве, Он был бы ограничен в Своем бытии, в Своем существовании, которое является первейшим источником достоинств, первейшим источником совершенства. Таким образом, мы доказываем, что все атрибуты самостей наличествуют у Бога, присущие Богу. Помимо этого, мы также подчеркнули, что это же доказательство, это же рассуждение и заключение свидетельствуют о том, что все эти атрибуты, атрибуты самости, они безграничны. Например, знание, знание Бога безграничено, могущество Бога безграничено, жизнь Бога безграничена, не имеет начала и конца, оно безграничено. Почему? Потому что если бы оно было ограничено, жизнь была бы ограничена, или знание было бы ограничено, могущество было бы ограничено, то ограничен был бы Бог, Он не был бы совершенен, Он не обладал бы всеми совершенными качествами. Поэтому это доказательство, это довод доказывает не только наличие всех самостных атрибутов, атрибутов совершенства, но и доказывает то, что все эти атрибуты безграничны. Все эти атрибуты самости, атрибуты совершенства безграничны у Бога. Это первый довод, который мы повторили, хотя озвучивали его в конце быстро. Пришлось нам озвучивать, так как время подходило к концу. Мы озвучивали на предыдущем занятии. Но имеется и второе доказательство, которое касается ряда атрибутов самости. Доказательство заключается в следующем. Мы видим, что в творениях наличествуют некоторые из этих атрибутов самости. Мы говорим некоторых, потому что ранее мы подчеркивали, что у Бога имеются атрибуты самости, которые присущи только Ему, являются Его исключительной особенностью, исключительным атрибутом. Этих атрибутов мы называем исключительными, то есть моса, асира. Эти атрибуты в данном доказательстве, в данном доводе исключены. Мы говорим, что некоторые атрибуты имеются у творений. У творений, обратите внимание, которые являются следствиями Бога. А разум говорит о том, что невозможно, чтобы причина одарила свое следствие. Настоящая причина. Не та причина, которая является условием чего-либо. Условие может быть чем угодно, каким угодно, как угодно может отличаться от следствия. Потому что реальной причиной и условия не является. Мы ранее говорили об этом. Ранее говорили о том, что единственные настоящие истинные причины всего, согласно единобожию в созидательстве и единобожию в господстве, единственной причиной всего, абсолютно без исключения всего, экзистенциональной причиной, начальной, если хотите, причиной. Той причиной, от которой происходит эманация, которая дарует бытие, которая дарует совершенство бытие и другие совершенства. Этой причиной является только Он, Единый Бог. Таким образом, мы, наблюдая в творениях определенные качества самости, атрибуты самости, например, наблюдая в них могущество. Что такое могущество, мы на последующих занятиях еще поговорим и порассуждаем на эту тему. И вам будет яснее это понятие, что мы в это понятие и в это слово вкладываем. Или же знания. В творениях мы, вне всякого сомнения, наблюдаем знания. Наблюдаем жизнь, наблюдаем волю, наблюдаем зрение, слух, которые присущи не только Богу, но и присущи Его творениям, то есть Его следствию. И разум говорит нам, что тот, кто является настоящей, истинной причиной, не может одарить свое следствие чем-то, чего лишен сам. То есть, другими словами, если бы Бог был лишен знаний, если бы Бог был лишен зрения или слуха, опять-таки эти термины, эти понятия мы еще разберем в будущем. Или лишен был бы воли, или лишен был бы могущества, то ни в коем случае Бог не смог бы одарить свое следствие этими атрибутами. Поэтому, вне всякого сомнения, эти атрибуты наличествуют у Бога, хотя и безгранично отличны от знаний, могущества жизни, воли, зрения и слуха человека. Безгранично отличны, несмотря на то, что и то, и другое являются слухом, и то, и другое являются зрением, знанием, могуществом и жизнью, но разница между ними безгранична. Но в любом случае наличие этих атрибутов у творения свидетельствует о наличии этих атрибутов и у творца, и у их истинной причины. Иначе Бог не смог бы одарить этими качествами, которые, вне всякого сомнения, являются совершенством, являются атрибутами совершенства. Не смог бы одарить этими атрибутами свои творения, если бы не обладал этими атрибутами сам. Таким образом, этими двумя доводами мы доказываем наличие всех атрибутов самости у Всевышнего, и более того, мы также доказываем этими двумя логическими доводами, что все самостные атрибуты Бога являются безграничными, совершенными, не имеющими никакого недостатка. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Наше время подошло к концу. Ва саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. у conferения ва personas, ва салам and IoT can be Bow что лицо работает тел,